Канализационные стоки стекают в овраг, в котором из-за нечистот образовалось целое озеро. От зловонного болота до жилых домов всего несколько метров. Жителям поселка Угловое часто просто нечем дышать. Здесь собираются собаки бродячие, здесь собираются, летают вороны, здесь столько мух. Здесь вообще такая антисанитария и вообще нам не то, как южный ветер, дышать нечем. Вонь, невозможная вонь. Это страшно, страшно. Это влияет сильно на здоровье. И то, что и речка погибает, и то, что люди тоже болеют. Зловонное озеро образовалось из-за забившейся канализации. Уже 20 лет нечистоты загрязняют местную речку Саперку. Раньше в ней водились раки, лягушки, а красная рыба заходила сюда на нерест. Теперь вся живность погибла. Приезжали люди с санэпидстанции, брали пробы воды, брали пробы грунта. Свинец и цинк здесь зашкаливает. Понимаете? То есть это все люди дышат, дышат, дышат. То есть им нужно убрать эту... Конечно, 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 конечно. Все это на честные, потому что это же все идет в бухту. А там же пляжные курортные зоны. Ну, это же по бухте все расползается безобразием. Жители поселка много лет жаловались на зловоние в мэрию и водоканал, требуя остановить слив сточных вод. Еще в 2016 году суд обязал Приморский водоканал восстановить канализацию. В прошлом году рабочие установили здесь новые коллекторы, но закрыть их забыли. В результате зловония стало еще больше. В этом году жители местные, они еще когда строили, все колодцы вдоль от этих домов, они все закрыли просто шифером местные жители, потому что дети маленькие могут провалиться. В этом году машина водоканала разворачивалась и на двух колодцах этот шифер помяло и куски туда улетели в колодец. Соответственно, там мусор, который идет, тряпки, там ветер, полиэтилен, все забилось. И вот когда колодцы эти забились, и вода пошла через верх, от чего и образовалось это озеро. В Примводоканале пообещали, что до конца месяца завершат ремонт канализации, чтобы стоки шли по трубам прямиком в очистные сооружения. Местные жители считают, что этого недостаточно, и сотрудники водоканала должны не только устранить засор, но также осушить болото и очистить от нечистот речку-саперку. Дмитрий Беломестнов, Евгений Апарин. Новости на Восьмом.